Добрый вечер! 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 Я думаю, что он покажет сегодня хорошую игру. Сегодня все настроены у нас, парни. Вот Саша Мартынов на площадке. Так же, как, в общем, вот смотрите, светящийся контур щита. Это новое введение. И Airball. Мяч пролетает вообще мимо кольца, не касаясь дужки. В общем, все сгорело. Время не мало. Если бы хоть что-нибудь было. А на самом деле 0-0 на табло. Уже минуту сыграно. Ну и обращаем внимание, что Саша Разумов весьма рассудительный человек. Вот кому не занимать холодной головы, так это, по-моему, Саша Разумов. И вывести его из себя достаточно сложно. Александр Стуленков под седьмым номером. И кого я забыл? Я забыл, конечно же, Мишу Карпачева. Номер девичка, да. Разобрали все составы. В принципе, у нас нет высоких. У нас, в принципе, наверное, их особо-то и нет. Не разживешься после ухода. Андрюшки, да, Десятникова. Десятникова в Зенит. Как, кстати, созваниваете? Спрашивали его? Ну, пока еще не созванивались, но списывались. У нас есть группа такая наша командная, где мы обсуждаем всякие такие делишки наши свои. Вот, списывались. Пожелали ему удачи, когда он уехал, конечно. Вот он здесь работал как раз последние дни перед отъездом. И поехал туда, я думаю, в хорошей форме. Должен проявлять себя, показывать игру ту, которую он может показывать. Ну, по сравнению с началом сезона, он явно прибавил в вашем составе, в вашей команде, конечно же. Ну, и вот ты проронил такую фразу. Я сейчас немножко не углубляюсь в игру, поскольку она не в нашу пользу, во-первых, развивается. Уже 5-0 ведет Рязань. Но я думаю, что это все отыгрываемо, конечно же, и не такую разницу нам удавалось практически нивелировать в этом сезоне. Так вот, по поводу настроя на эту игру. Вы садитесь. Здорово сейчас. Браво, Саша. Отлично. Саша Разумов, хорошая очень позиция. Причем в этом составе каждый из игроков, сейчас Миша зря нарвался, каждый из игроков может бросить как трехочковый, так и пройти. Как, в принципе, и два больших игрока, в частности тот же самый Разумов. Ну, пожалуй, только Саня Столенков не бросает только трешку. Средний у него есть, но трешку он не бьет. А так все бьющие, агрессивно должны играть с периметра тоже. В целом у Рязани нет доминирующих центровых, знаешь, нет пятых номеров. Почему нет? Сейчас вот Алан Макиев пришел как раз, он его часто очень заигрывает в пост сейчас. Ну, хотя с другой стороны 2 метра 10 сантиметров, конечно, это весомый аргумент, опять же, без Десятникова и с нашим составом. И потом у него масса, посмотри, какая тело, да, весьма приличная. То есть он так ворочает плечами и бросковую позицию, игровое пространство себя отвоевывает достаточно просто, да, высвобождая тут опеки. Но 5-3, разница подсократилась немножко, 7 минут 30 секунд сыграли. Ну и вот садитесь, настраивайтесь и говорите, мы сегодня победим, сегодня Рязань, все вместе у вас так это происходит? Или как вообще команда настраивается? Или это разговор в раздевалке? Или вообще такого разговора не бывает? Нет, конечно, от тренера идет настрой, это в первую очередь. Потом уже каждый сам должен настраиваться, все уже взрослые люди, профессионалы должны, соответственно, профессионально подходить к своей профессии, можно так сказать. Вот, каждый по-своему настраивается, поэтому Н1 сейчас Мишка забил, красавец. Здорово, он сейчас еще пробьет штрафной, да, явно, что по рукам был удар, Макиев нарушил правила. Но, кстати, Макиев до этого нам очень красиво еще один мяч забросил, да, мы видели в предыдущей атаке, положил. И таким образом 7-5, и плюс еще штраф, вот. Зибирову фол дали, кстати. Зибирову, да? Да, да. Ну, может быть, в общем, там по защитникам я не смотрел, видел, как Кулагин переводом за спину ушел в лицевую, эту линию странно, что не держат обычно. А у них такая защита, у них защита пуздаун. Они запускают сюда? Да, у них такая авантюрная защита, они дают заходить туда, и там уже, грубо говоря, не дают раскрывать пик-н-ролл в нападении. А, вот как. Да. Гонят в лицевую специально, чтобы кучкует защиту. Вот сейчас перехват... Ай! Наш мяч будет, по-моему, если кому-то фол не выпишет, нет. Алексей Ревенко. Нет, все-таки, но компенсировал, фол не дал, а при этом... Ну, хотя там нарушение такое, рабочее столкновение, непонятно кто кого. И, между прочим, вышел на площадку, мы не сказали об этом, Кирилл Соколов под 10-м номером на позицию разыгрывающего. Александр Мартынов он поменял, да, я так понимаю? Да, дефицитная нынче позиция разыгрывающего в очередной раз, уже не первый в этом сезоне. У тебя, кстати, с ногой как? Да все нормально восстановился, так потихонечку залечил. Вот сейчас опять Макеев получил в ход. Ну, в какой-то степени сейчас авантюра наша тоже была, да, мы открыли, потеряли игрока при размине или это тоже... Ну, мы стараемся играть агрессивно против Зибирова, чтобы он отдавал передачу и другие игроки завершали, поэтому... То есть это был двойной отбор и за счет этого получил. Да, степал, да. Вот Сокол. Со средней, да, Сокол прицеливался, но плохо. Ах ты, вот сквозной мяч не прошел и при этом притормаживает, причем достаточно серьезно притормаживает. Хотя куда торопиться, там 77 секунда атаки, собственно, но при этом можно было движение сделать, да, и вправо и влево передачу отдать разыгрывающему Рязани. Но, как бы, с точки зрения комментатора мы должны быть нейтральными, да, Саша, с тобой. Мы сейчас должны обсуждать не только команду России, но еще и наших соперников. Да, Рязань. Я прекрасно знаю парней всех, на самом деле, поэтому... С положительной точки зрения, да, ну... Все очень хорошо мне знакомы. Драмирова все давно знаю. Он еще по дюблу, я смотрел, любовался его игрой за саратовский автодор, когда он играл там. Ну и рассказывай потихоньку о том, как люди прибавили. Вот они росли, можно сказать, на твоих глазах, так же, как ты рос на их глазах. Но ты дорос до того, что ты сейчас уже комментируешь даже матчи, а они только играют. У тебя есть возможность... Я бы, на самом деле, сыграл лучше сегодня. Я мне аж прямо... Я сижу и не могу. Да, вот это вот ситуация, когда, знаешь, со стороны оно виднее. Ты поглядываешь так и понимаешь, кто что не так делает, где-то какие. А где-то, может быть, наоборот, плюсики какие-то подмечаешь. Вот. Но чем изнутри, он совершенно по-другому ощущается и понимается в баскетбол, естественно. Да, когда смотришь... Даже с арбитрами на разных планетах находитесь. Ну, конечно, слава богу, далеко от них. Итак, 11-6. Рязань впереди. Пять очков разницы. И мы продолжаем прямую трансляцию из Новогорска. Команда России проводит... С Гриши Андреев вышел вот. Да, очередной матч регулярного чемпионата в Мужской Суперлиге. Подбор наш взяли. Быстрое нападение не получается. А, нет. Не, Макс как-то так достаточно вяло. Довел, лишь бы довел. Да, не решил, что он будет делать. Только сейчас возвращает на позицию первого номера. Сокол зарылся. Он здесь на позиции третьего. Миша Кулагин. Да, его хорошо отпрессинговал. Бычков его сейчас. Хороший перевод в угол. Сейчас хорошо. Но только Сокол, да, не совсем готов был. Не совсем... Ой-ой-ой. Здесь за счет роста, конечно, он не переиграл бы. Сопер не переиграл бы. Хорошо сыграл в защите. Макиев не прыгнул на показ. Остался на земле стоять. За счет роста не заблокировал, но не дал забить Соколова. Я бы... Здесь передачка в аут, по сути, если бы не коснулся... Да, вот, кстати, Бабушкин выходит. Леха болел, да, два дня сейчас. Не тренировался только. Температура? Да, была температура. Но вроде сегодня ему полегче стало. Надеюсь, все нормально сейчас с ним должно быть. Тяжело так выходить после болезни, на самом деле. Нет, если вспомнить хотя бы случай, то один из, наверное, в баскетбольной истории и вообще в спортивной, когда Джордан играл с температурой 39, финальные матчи с Ютой у него был желудочный грипп, насколько я понял. По-другому никак. Это было жутко. То есть, когда его уводили просто под белые руки, да, из зала, помогали. Вот, но сейчас хотя бы... Нет, после температуры вообще, в принципе, нагрузка, она должна быть такая минимальная. На самом деле все зависит от настроя. Как ты себя настроишь, ты так себя и будешь. Все же, как говорится, идет от головы. Конечно, физические факторы, они сказываются. Ну, вот сейчас офенсив фау показывает рэв. Фау в навадении, переход владения, да, получается, что Рязань будет выносить. Да, в Сибиратуру. И он под 11 номером Андрей Семенов появляется на паркете. Андрюха питерский мой тоже. Он питерский? Да, он тоже питерский парень, помню, тоже его с детства. Но он потом в Америку уехал, поэтому... Он учился? Учился, играл там... Сколько лет? Ну, долго он там был. Я, по-моему, он прямо в детстве уехал и приехал вот только вот-вот-вот в этом году. Но впечатлений рассказов много, либо не делятся? Нет, почему много там, мы смеялись-то, очень много рассказов. Ну, так как. Ну, знаешь, как это самое, лечу я на Таите. Вы не были на Таите? Нет, я пока еще не был. Ну, вот так же, из мультика. И, ну, хорошо, ну, здорово. Я, кстати, вот, видишь, как много нового мне рассказываешь, я не знал об этом. Спасибо. Да, Сашка Мартынов пока не уходит. Он нам очень нужен. А вот подбор, браво, браво, бежать, бежать. Сокол с мячом, передача на Кулагина. Но вот быстро перейти в контратаку, сорганизовать, может, даже в раннее нападение не особо получается. Вот сейчас размен произошел маленький, Зварыкин остался с нашим разумом. Про все правильно сделали, хорошо заиграли в пост сразу же. Грамотно. А вот, как интересно, это Карпека, который играет в Рязани, и Карпека, который играет в Тинамо. Да, два брата. Это два брата. Да, я с ними, кстати, был в одном интернате. Мы играли с ними у Антолио Ищича Штенбока в детстве. Они вдвоем были, потом они уехали в Химки. Вот, а я в Питере остался, в Спартаке. Спас голом я тоже играл. Ну, вообще, на самом деле, веселое детство было. Поэтому всех, всех парней давно уже знаю. Два очка. Вот такой, да, бросочек хороший. Так, в общем, особо вроде и не вращал мяч, да, не подкрутил его, но при этом... Хорошо его туда просто на кольцо подвесил. Ну, в Рязани тоже играет быстрое нападение. Сейчас очень много команд играет Transition Offense. Наши побежали. Хорошо. Транзишн Offense это что? Вот давай мы с тобой исходить из того, что есть простые зрители, которые смотрят нашу трансляцию, им не совсем понятно, что это. Транзишн Offense. Ну, Offense это от английского нападения, а Transition, в принципе, никак, наверное, не переводится. Просто это как быстрый перевод мяча из зоны защиты в зону нападения. И плюс там, естественно, какие-то схемы с переводом мяча с одной стороны на другую. То есть нужно не сразу обострять. Просто пройти дриблингом, можно пройти через заслон. Да, лучше переходишь с заслоном, отдаешь на другую сторону, там переходит с заслоном, но опять на другую. То есть, чтобы заставить защиту двигаться, играется вот этот Transition Offense. Потому что защита возвращается, они не успевают пока разобраться, и вот на этом и ловятся, в принципе, все моменты. Сейчас Пикинг Роу Миша разыгрывает. Ну, пришлось отдать в треугольник туда, да, на позицию первого номера. Ну, а теперь Соколов отдает передачу Бабушкину. Плохой пас здесь, даже если бы был готов. Большим остался. Браво, браво, Леша. В левую сторону. Ух ты там столкновение. Соколу досталось, между прочим, и ни одному Соколу досталось. Зварыкин прихрамывает на левую ногу. Ну, может, что-то подвернул, неудачно приземлился. Под кольцом игра. Ну, сейчас интересная ситуация. До этого Леша Бабушкин обыгрывал, Лешу Карпека разминал. А сейчас Леша Карпека остался с Бабушкиным. И единственное, что Леша Карпека забил. И у нас получается 13-11. Не такая большая разница в счете. Всего лишь два очка. Ну, в общем, тем не менее отстаем. Она такая стабильная, стабильный дефицит у нас. Это тяготеет над игроками? Ну, от себя скажу. Я даже, когда мы проигрываем 10 очков, меня вообще это не давит. И как-то постоянно думаешь о победе. Пас какой не очень правильный сейчас был. И тут же контратаку мы получаем. Два очка считать. Мишка хулиганил сейчас. Ну, Санька разум отдал сейчас пост на Андрюха Семенова. Такой просто не очень удобный угол был для передачи. Если бы он перевел под 45, а не из-за лба давал, тогда бы прошла передача. А так и защитник успел Динаи сделать и перехватил мяч. Динаи – это закрывать игрока рукой. Вот сейчас нас показывают. Показали, как нас показываешь, как ты закрывать. Закрывать рукой. И вот таким образом у нас получается, по результативным если мы пройдемся, то 5 у нас очков набрал, насколько Алексей Тростенецкий я вижу сейчас, под 15 номером, так и есть. И 4 очка у Макиева. В целом остальное достаточно равномерно размазано по бутерброду, по командному. 2-2-2 очка. Это все игроки почти все стартовой пятерки. А у нас 5-3-3 получается. И 5 набрал Саша Разумов за счет 3-очкового попадания в самом начале. Это первые вообще очки набраны. И сейчас слегка торопят, по-моему, команды. На самом деле у Саши Разумов очень хорошая позиция. За счет его подвижности он играет 5-го номера. У него бывает преимущество над своими оппонентами. За счет именно своей скорости он может их раскручивать, обыгрывать. Поэтому я желаю ему, чтобы он этим пользовался сегодня в игре. Кстати, я тоже желаю. Потому что понятно, что и рычаги длинные, и шаг у него хороший. Ноги крепкие достаточно для профессионального баскетболиста. И при этом с таким замахом уйти вправо или влево хорошо с затяжным проходом не всегда пользуется. Согласен. Ну это все-таки он... У нас молодая команда. Все опытно поднаберутся ребята. Все будет у них. Главное хотеть этого. Вот Саша Мартынов вышел. Соколов на позиции первого. Мартынов, как всегда, такой баскетбольный джокер. Он и там, и Сяна, и на позиции второго, и третьего. И на раздаче тоже. Бабушкин кому отдать? Вот здесь руку некому было подать. Один в один. Неправильная постановка заслона. Да, Сталинков. Да, Саня. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Плечом, плечом. Мы постоянно ему говорим на тренировках, чтобы он так плечом не делал. Просто подбегай и ставь. Не делай никаких движений. Ничего страшного. Справится. Макс Бычков разводит. Макс тоже после травмы только восстановился. Буквально сыграл несколько игр. А что за травма у него? У него там с голеностопным суставом что-то было там. Операцию он делал. Ого. Да, причем я с ним был летом в тренировочном лагере в Питере тоже там проводился. И вот он как раз там у него это заболело дело. И вот он восстановился, считай, только вот сколько полгода прошло, получается, полсезона. Ничего себе. Выбыл. Ну да, там какие-то капсульные связки все эти, суставные жидкости все какие-то, неприятности. Да, ну как всегда. Но и колено, и голеностоп это те самые травмоопасные места для баскетболистов. Первое, что летит, но еще, пожалуй, позвоночник, руки иногда режут. Спина, да, часто. От прыжков постоянно, спина часто. Компрессионная нагрузка, пробежка была, неправильно обработал мяч. Вот так хотел. Здесь мысль опережает Юлия Аникеева, президент Федерации. Дмитрий Вячеславович. И исполнитель и директор, да, он же GM команды России, Дмитрий Дамани. Вот. Ну, человек 50 есть в матче здесь на трибунах. В общем, с другой стороны, в рабочий день вечером в районе шести, да, там, часов ожидать, что кто-то приедет... Ну, в Новогорск, да, тяжело. Наш в Новогорск, да, но это тяжело добираться, честно говоря, вот. Это первое. Даже несмотря на то, что вход бесплатный, но, тем не менее, приглашаем ходить, здесь интересно, причем уютно, и буфет даже есть очень вкусный. Да, очень вкусный буфет, очень вкусный. Сегодня только-то ели там сосиски в тесте с Аней разом. Ну, так, да, если относиться к баскетболу как к интертейменту, к шоу, то буфет у нас что в театрах, да, что, в принципе, в кино сейчас немножко по-другому, это не бутерброды, а попкорн, да, но все равно буфет есть. Это составляющее развлечение, поэтому... Конечно, без этого. Естественно, мы... Еще тоже, я здесь с детства тоже был на сборах в Новогорске, и часто очень, как бы, при любой возможности нахваливаю, и тогда было вкусно. Вот сейчас агрессивно Саня право пошел в проход, на фол, грамотно очень пошел, молодец. Саня, Саня очень настырный, безусловно, человек, при этом, знаешь, вот, мне кажется, с точки... С точки зрения, в целом, наверное, вот, физиологии, даже баскетбольной, если посмотреть на человека, он... Ножки тоненькие, знаешь, как-то, но при этом настолько перемещается, он сухой, да, у него, видимо, сухожилия крепкие такие. А я бы сказал, что он рыхлый, я-то его почаще... Да, он такой вот, именно такой кабанчик, я бы его так сказал, и при этом быстрый, как бы, и сила для его возраста, ну, вообще, он молодец, на самом деле, я думаю, что у него большое будущее, если он так будет продолжать. А скажи, вот перспектива, вот скажи, вот, прорисуй мне, хорошо, вот Десятникова забрали в Зенит, то есть, по сути, любой человек из этой команды может также совершенно спокойно, да, попасть в поле зрения, хотя и так, в общем-то, крутитесь, вертитесь и варитесь в этой каше круглый год. Да, можно. И уйти, но я уже не имею в виду, конечно, команду Суперлиги, это шаг такой в масс-медиа куда-нибудь выше, да. Ну, конечно, ради этого мы тут и собрались, чтобы стремиться выше туда. А вот как часто возникают такие разговоры, скажи мне, вот из этой команды, из ребят, которые сейчас на площадке, вот, но хорошо, не раскрывая тайн, да, ну, так вот, ну, один раз в сезон, может, каждому подойдут, или там по нескольку раз. Ну, на самом деле, такие, как бы, можно сказать, секретики игроками не раскрываются, поэтому мы это стараемся не обсуждать. Если это и случается, конечно, мы, как бы, это обсуждаем в команде, но обычно не рассказывают. Ну, вот сейчас, кроме Десятникова, вот, не называя фамилии, не называя команд, вот, в этой команде было в этом сезоне одно-два приглашения уже, знаешь, куда-нибудь было, да? Ну, да, хотели забрать, да, хотели забрать. Пару-тройку, ну, видишь, уже, значит, перспективно, уже, значит, ну, это я к тому, что у нас есть какие-то результаты труда, да, теперь уже получается совместного, если мы уже не первый матч работаем, вроде как и я подмазался тоже. Бычков, вот как выносит. Браво, браво, Миша, перехват сделал, отлично, бросок. Карпачок, роскошь какая, не, не долетела. Ну, смотри, под конец первой четверти Дмитрий Дамани сейчас будет интервьюирован Антоном Лихимовичем. Вам слово, ребята, пожалуйста. Михаил, спасибо. Ну, действительно, рядом со мной Дмитрий Дамани, исполнительный директор Российской Федерации баскетбола и генеральный менеджер сборной России. И заодно еще самый преданный болельщик команды России, который не только на домашних матчах на всех, но и на выездах еще. Дмитрий, ну, что можно сказать по этой игре, по старту? Понятно, что противостояние с Рязанью – это всегда интересно и неожиданно, да, в исполнении команды России. Ну, что с расстановкой сил сегодня, как кажется? Да, действительно, уже не первый раз встречаются и играли уже не один и не два раза, да, уже три. Поэтому, в принципе, игра неплохая. На мой взгляд, нужно, наверное, команде России добавить немножко скорости, немножко агрессии в защите. Ведь все мы знаем, что от защиты всегда становится хорошо в нападении, если играть агрессивно в защите. Поэтому, мне кажется, что нужно немножко в этих компонентах добавить, а в основном все неплохо. Ну, нет сегодня моим коллегой Мишей Решетом сейчас комментирует. И отсутствует теперь десятников, да? Ну, вот без этих двух игроков команда России смотрится как-то иначе или получается компенсировать? Ну, концепция одна и та же, и, как мы знаем, на место павших бойцов стоят новые. Поэтому ребятам надо доказывать, что и без основных игроков они достойны находиться здесь и тренироваться, и доказывать свою профессиональность. Спасибо большое. Это был Дмитрий Демани. Михаил Александров, вам слово. Спасибо огромное Антону и Диме. И хочу сказать, что мы продолжаем прямой репортаж. Вот сейчас будет вторая четверть, 15-13. Между прочим, Рязань впереди. Это тот самый-самый принципиальный. Самый принципиальный соперник сегодня в гостях. И хотелось бы, конечно, этот матч выиграть. Очень хотелось бы. У меня в гостях, напоминаю на всякий случай, Александр Корчагин. Его уже анонсировали много раз, но при этом будем говорить о том, что вы, да, все понимали прекрасно, что рядом со мной профессионал, и мы вместе с ним разговариваем на баскетбольном языке и о баскетболе. Привет, Саша, еще раз. Да, здравствуйте. Так вот, сейчас 15-13, и на этой разнице мы продолжаем. Уже теперь уже вторую четверть. Саша Мартынов на линии штрафного броска. Мы, кстати, о нем заканчивали. Что мне в нем нравится? Это его вот именно спокойствие. Как он... Ну, посмотрите на его лицо. Нету эмоций никаких. Это очень хорошо в спорте, в командном. Поэтому... Про будущее. Его ждет большое будущее, я надеюсь. Я уверен в этом. Вот так вот скажем. Итак, по 15-ти Саша совершенно спокойно сравнял наше будущее. Сравнял, сравнял счет. Саса прибавили в агрессии, в защите. Прямо стали хорошо, мне нравится. Ну, это совершенно очевидно, потому что... Вот есть, есть... Я уже и с Мишей Кулагиным об этом говорил, но то есть это не мое бредовое предположение, да, или вывод, который сделан там после кошмарного сна. То есть, сколько матчей я наблюдал, я такую тенденцию замечаю, что обязательно одну-две четверти команда спит. В таком софт-режиме находится, в режиме ожидания, энергосбережения, как угодно можно сказать. Вы знаете, вот буквально сегодня с Сашей Разумом об этом говорили, что играем как будто бы не домашний матч, а вот как тренировочный. Потому что мы здесь все-таки и живем, и тренируемся постоянно, и приходим сюда вот сверху спустились вниз. И, как бы, видимо, немножко мы раскачиваемся все-таки. То есть, такая стрессовая ситуация, стрессовое состояние, оно отсутствует, да, составляющая? Да, да, да. Ну, конечно, то, что мы вначале говорили, каждый сам должен настраивать себя прежде всего. Но вот этот фактор, он, как бы, мне кажется, немножко сказывается на нашем настрое, в принципе, в целом командам. Поэтому вот такая вот версия сегодня у нас проскочила. Ну, вот смотри, штрафные броски Рязани еще ни разу не пробило, да. 5-5, зато мы 100%, не так много, по сути, да. Но при этом... У нас, кстати, со штрафными бросками не очень все хорошо в этом сезоне. В этом сезоне, да, тоже вот одна из не самых доходных статей командного бюджета. Женя Маринин, кстати, тоже из Питера парень. У моего тренера тренировался. Ну, как на коротке. Ай-яй-яй-яй-яй. Не обработал мяч Ром. Да. Борис, падай. Такое ощущение было, что как будто он не ожидал передачи. Она была для него неожиданной. И поэтому раз-раз мяч так и как-то и поскакал в руках. И не смог его обработать. А сверху бы так даже... Рома атлет, конечно. Он так забивает сверху красиво. Жалко, что сейчас не получилось. Кстати, у Ромы, между прочим, не так много игрового времени в этом сезоне. Я обращаю внимание. То есть, ну, это какие-то нюансы. Не столько взаимоотношений, наверное, внутри команды и взаимоотношений с тренером, сколько просто вот место в составе, это называется, в игровом. Да, вот оно либо есть, либо конкуренция его отнимает. Браво, Миша Карпачев в защите. Просто блестяще играет сегодня вообще. Рязань цепляется. Обидно, конечно же. Это относится не столько к кому-то там индивидуально, да, а ко всем игрокам. По 15-ти мы отщипнули вот эту разницу двухочковую, которое преимущество, которое... Это то преимущество, которое команда России имела, и при этом... Так, сейчас мяч будет водиться из-за боковой. И с фолами у нас 7-4 в фольжу Рязани. Да, но они, видите, как супер агрессивно играют в защите, что даже фолят постоянно. Три очка мимо. Подобрали мяч, причем достаточно легко сейчас наши соперники. Но свой щит контролируют и те, и другие. Нельзя сказать, что вот так читаемо, да, какая-то слабинка где-то, что мы подборов много отдаем. Была пробежка или... Пробежка была, пробежка, да. Вместо Саши Мартынова, да? Нет. Нет, я думаю, Андрей Семенов, да, наверное. Меняет большой Санька разум. Забросок, похоже, его поменяли. Ну, так, не в качестве критики, да. Два тренера, два брата при этом пошутенные. Вот какая разница между ними есть? Комфортнее, некомфортнее? Это так, знаешь, как бы не нарушая внутренний климат команды, да? Просто вопрос... Не, ну, я к ним одинаково отношусь. Просто Евгений Юрьевич подольше тренерствует уже. К нему какое-то уже такое... Как к старшему. Да, как к старшему. Захар Юрьевич, он только начинает. Я бы, можно сказать, еще там вот играли когда-то вместе, там где-то собирались, там ходили. Но, как бы, уважение тоже присутствует, безусловно. Поэтому... Вот, offensive фал сейчас. Мартынов чересчур агрессивно пошел. Зибиров очень грамотно сыграл в защите, попытался выбить. А потом подставился. Хорошо. Так, что у нас происходит? Замены, замены. Лешка Бабушкин выходит. Мартынов меняет. Сколько у Мартынова сани фалов там? Так, Саша Мартынов. Второй, да? Саша Мартынов второй, да. Мигает отсюда. Плохо видно, конечно. Но я думаю, что два. Да, есть так. Два фала и четыре набранных очка. Это вот по, так скажем, текущей статистике, что мы видим на табло в зале. Оно, правда, так немножко под углом. Но семь с половиной минут играть до большого перерыва. Не очень результативный матч, согласитесь? Еще ни одного очка второй четверти не забили. Согласен. Да, и в первой, помнишь, да, по-моему, минуту с лишним была на соком пайке и та и другая команда. Хорошо, подобрали сейчас мяч. Знаешь, вот скажи, в чем причина, Саша, сейчас, ну, наверное, отсутствие точности? Это вот тот самый момент, когда, что называется, открывается второе дыхание. Уже пошла усталость такая, да? Она сказывается на точность. Ну, во-первых, агрессивно очень две команды играют в защите, поэтому. Поэтому вот броски такие получаются. Падать надо. Ах, не получилось чуть-чуть. Без фала, Миша. Ну, сейчас транзишн играет Рязань. Видите, а они играют больше через пост, через Макиева, потому что он по размерам все-таки превосходит наших больших. Но вот сейчас браво, Рома Грущенко в защите, а защищался, молодец. Ну, при этом видно, что, а, во-первых, есть отсутствие, недостаток прыжка, наверное, да? А во-вторых, конечно же, если с ним поплотнее сыграть, так прям корпус-корпус, да? Что положено там в трехсекундной зоне, то как раз, ну, создается максимальное неудобство, и он промахивается. Там даже высоко выпрыгивать крыть не надо. Нужно просто поближе быть, да, помощнее играть. Хорошо, бабушкин. Ай-яй-яй. Хорошо задумал, лишнее немного было. Могли, в общем, и три секунды даже свистнуть. Получи мяч. Четыре минуты уже не могут забить, ребята. Макс Карпачев. А теперь, нет, туда не прошел пас. По периметру гоняет. Мы и периметр хорошо обороняем. Так, что там у нас было? На Миши сфалили, да? Видите, вот результат быстрой игры, агрессивный. Сразу фолы. Не пробивные еще, к сожалению, нет? Ты знаешь, нет. 2-2, по-моему. 2-2, а, ну вообще. Команда еще, в общем, все в порядке. Еще есть время и, собственно, и возможности, и способности, и силы, самое главное. Так что, ну, совершенно очевидно, что нужно сейчас вот найти в себе. При этом, предыдущая игра, у нас было заметно преимущество в последней четверти по, элементарно, по ОПП, по физической подготовке. Мы просто перебегали. МбА? МбА, да. Ну, мы на самом деле, над этим... Ох, мяч летит. Над этим много работаем. Постоянно наш Гоша, наш тренер по ОПП, нас натаскивает в этом плане. То есть, бывают такие у нас станции на тренировках. Объясню, что такое станции, это площадка делится на... Круговая тренировка. Да, круговая тренировка, да-да-да. И вот так мы работаем. Плюс тренажерный зал. Так и не могут забить все. Браво. Защитим. И, в общем, там это... Ух ты. Первые два часа. Получается так, что вы работаете минуту, минуту отдых, да, переходите на следующий. Ну, по-разному обычно всегда, да. Ну, примерно такой, да, распорядок. Это очень динамично. Это на самом деле тяжело. Кажется, что вроде не все достаточно просто. А вот когда идет второй или третий круг, если запускают, да, как раз на повтор. Все зависит от упражнения. И от твоей готовности. Не попал. Бросал Миша Кулагин сейчас. И соперник вводит в отрыв. Здесь Миша вручает правила, да. Грамотный фолл, да. У нас всего третья команда. Остановил вот быстрый прорыв. Хороший тактический фолл. 4.52 до большого перерыва. И плюс два очка у команды. Я занят. Они тоже проводят замены, конечно. Там Денис Тимаков раздает тумаки. Да, Денис Тимаков любит... Оп, Зибиров пошел. Браво в защите. Хорошо, отрабатываем. В общем-то, не пускаем. Самое главное, если пускаем, то играем вот так вот плотно. Можно. Можно. Здесь бы никто, наверное, слова не сказал, но увидел, что никого, видимо, внутри. Трехсекундный, да, там подбор... Миша все нехорошо. Очень действует грамотно. Рассудительно все. На подборе неправильно не было никого, поэтому он не стал бить. Сейчас кат он делает. Кат, это когда тебя защитник закрывает, получение мяча, он резко делает движение вниз. Реже. Да, кат, да. Как раз реже, да. Правильно. И сейчас хороший очень бросок со средней дистанции. Это Саша Скуленков зарядил. Средний, да, забил? Ой, 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 ну вот как вот здесь не держать. Еще и вторым темпом и третьим набегают. Повезло нам. Сейчас столько попыток и все мимо. Морозим мяч, по-моему. Сейчас чуть приостановились, но я уж не знаю, по чьей просьбе. Но Миша, по крайней мере, просил у Захара замену. Я видел. Миша Кулагин, да? Да. Не, 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 не Кулагин. Карпачев. Угу. Устал, наверное. Ну, как-то Захар не среагировал на это. Браво. Хороший жесткий фол от Саши Разумова. Мужской фол. Он пробивной, но не дал при этом сопернику набрать два очка. То, что важно, да? Если ты уж фолишь, то фоли так, чтобы мяч не залетел в кольцо. А то вот это постоянное эндвана, оно как-то вот... Очень расстраивает на самом деле, когда забивают такие вот эндваны. Ну, по сути, получается, что каждая атака завершается дальним броском, дальним попаданием, да? И наказывают тебя. Ты два, а тебе три. Ты два, а тебе три. Ну, понятно, что это прибивает. Ясное дело. И сейчас промах последовал. Промах переднюю душку. Не дотянул. Немного левша. Вообще, как правило, леворукие баскетболисты, они достаточно талантливые. Талантливые с точки зрения именно точности бросков. У Макса хороший бросок. Хороший у него. У него сейчас 50 процентов... Мы как раз разбирали их команду, когда вот недавно на собрании. У него 50 процентов трехочковых точности в сезоне сейчас. Вот, кстати, разбор команды. Это видеопросмотры, да, традиционно? И видеопросмотры, и то есть у нас, да, Саша Лукин разбирает каждого игрока. Его сильные стороны, слабые стороны. Все это выписывается на бумагу и как бы выдается каждому игроку. Все очень профессионально у нас в команде. То есть, нет, я не сомневался, что профессионально. У вас такой коллектив и тренеров в целом, и игроков. Система налажена. Система, да, она есть. Это очень правильно, да. Фил Джексон за счет чего взял, допустим, 6 перстней с Чикаго? За счет того, что система была налажена. Сейчас в проходе забивает Алексей Харпека. Не помогли защите с дальней стороны при проходе. 2017 у нас минус 3. И не можем забить в нападение никак. Нужен Мартынов срочно. Браво, пас Алексея Бабушкина. Отличный, отличный проход, отличная скидка. Итак, Саша Стуленков. Очень энергичный парень. Сократил разницу в счете. Ну вот отбрасывают назад. Здесь хорошо на периметре ребята работают. Но вот они как-то... Мне все равно с центровым. Через центрового хорошо. Видите, устал Макиев и все. И перестал играть по стулу. Хорошо перевели. Вот здесь вот Бабушкина один в один. Но можно отдать на средний. У него очень хорошие физические данные. Смотрите, у него плечи такое. Широкие на развороте. Дорогие, да. Поэтому все правильно он делает. Единственное, не поп... Ох, пробежка. Нет, не было? Было, было. Там что-то такое. Смена ног. На паузе на такой, да? Начато движение. И было похоже на то, что... Ну, отсюда, наверное, не видно было. Поэтому там судьям виднее. Опорная нога сместилась. Кулагин уходит, Мартынов появляется. С одной стороны, вот на твой взгляд, Саш, насколько правильная история то, что их не выпускать в тандеме, а выпускают один на подмену другого? Мартынов Кулагин? Не знаю, не знаю, не знаю. Но, видимо, это задумка тренера, чтобы была какая-то агрессия постоянно. Чтобы то Миша выходил на падение, то Саша. Поэтому, когда вдвоем, они все-таки... Ротации меньше, замены сейчас как бы мало у нас. Поэтому, я думаю, все правильно. Тренер действует. Плюс сохраняет на концовку силы кого-то из игроков. По очереди давным поиграть. В команде Рязань, кстати, и белорусский легионер, да? Да, Тенецкий. Мы встречались, он в прошлом году играл за Цмоки Минск, а я играл за Урал Екатеринбург. Мы с ним встречались, и у Юра Челленджа против него как раз. Но мы их обыграли тогда, я помню. Очень хороший матч был. В Белоруссии, в общем, баскетбол-то еще аж какие-то традиции там роскошные совершенно. То, что там одна команда, по сути, существует на таком хорошем уровне, это просто беда для республики, честно сказать. Для страны. Да, согласен. Вот сейчас контратака, и треху пропускаем. Ну, видите, поспешный бросок. Бежать. Браво, пас. Нет, не дали фолл, но при этом, может быть, и в какой-то последний момент, мне показалось, Карпека передумал. Да, передумал, Харь, согласен с вами. И вот, хорошо, здесь тоже треугольничек разыгран на входе. Не успеваем не то, что переключаться, а именно переходить из защиты к нападению. Тут, видите, тут идет, получается, они играют пик-н-ролл с краю, у нас идет подстраховка с дальней стороны, так как мы делаем такой заступ глубокий, большой, нас играет вдвоем, получается, держит нападающего. И не помогаем с дальней стороны. Сейчас забил тяжелый фолл Андрей Семенович, но я не буду уже. С отклонением, но он, правда, да, падал, скорее всего, не сам, понятно, а то больно уж чересчур так каждый раз. Тяжело, очень звонко упал. Передача последовала, игра один в один тоже, по-моему, Карпека с пробежкой, движение такое начинает, подбирает ногу. Но при этом разворот, правый полукрюк роскошно проходит, 25-23. Мягенько, мягенько набросил на кольцо, да. Мы получаем, что мы проигрывали два очка, по-моему, после первой четверти, два мы проигрывали, три, что-то было такое. И также разница, она вот где-то такой, пока и была, да, вот остается, вот 30 секунд соперникам на разгон, и нам небольшой хвостик на то, чтобы быстро экспресс атаку провести. Не пропускай. Ох как, треху еще раз пропускаем, на сей раз, ну и теперь Захар берет под последние 18 секунд. Сейчас Кирилл Соколов пропустил лицевую линию, неправильно отзащищался. Тайм-аут у нас. Судьи что-то совещаются. Итак, тайм-аут, вот в этих ситуациях, что чаще всего говорит Захар Юрьевич? Вот что происходит там, недоступно нам, мы не слышим. Смотря как ситуация развивается на площадке, я думаю, сейчас рисует комбинацию, как сыграть в нападении правильно, четко по местам, чтобы все стояли. Я тебя пытаю, Саш, не только потому, что ты мой собеседник, я как бы кайфую от этого момента, да, потому что, ну, пришел еще один игрок. А я сам кайфую, честно. И мне хочется поговорить о том, что происходит там внутри команды, а просто разыгрывающий, как правило, это второй тренер, да, это тот человек, дирижер его. Да, дирижер, да. Он как раз рассказывает о том, что, куда и как, доносит не только даже то, что тренер сказал, а в принципе, как он видит эту игру, а как правило, они смотрят в одну сторону с тренером, да? Ну, он же заказывает все комбинации, да, ну, все правильно вы говорите, да. Ну, и вот на твой взгляд, сейчас вот из тех исполнителей, которые выходят, вот что мы сейчас будем делать за 18 секунд? Я думаю, мяч получит Миша Кулагин, переведет его быстро в нападение, начнется какое-то движение, и в конце будет завершаться пик-н-роллом, или один игра Мартынова, Саша. Это мой прогноз такой. Итак, Кулагин выводит мяч, несколько эффектных переводов под ногой, Миша так расшатывает защитника, успокаивает себя. На Сашу Мартынова просит передачу. Мартынов. Все. Трешка, немножко передержали. Ну, еще надо было Мартынову обыгрывать самому. Сашка уже отдавал в той ситуации, когда, знаешь, на этом бибожий шуме не бибожий, да, уже, называется, подставлял, да, Миша Кулагина. Да, тот уже ничего не смог сделать, слишком короткий промежуток времени был у него на реализацию. Итак, мы подводим такой визуальный итог, да, пока у нас нет цифр, мы с тобой их получим уже в начале второй четверти и разберем, да. А сейчас, для общего понимания, мы сыграли скоростной и хорошо, только получается второй игровой отрезок, да. Не забивной баскетбол, да. Вторую четверть, но при этом был не забивной баскетбол, мы подустали, вот, так же, как и наш соперник. Вот, а первую четверть проиграли минус два и вторую минус два, по сути, вторая сведена в ничью. На равных, согласны ли с нами Антон Олехимович и помощник главного тренера наших соперников Алексей Безнебеев, мы это узнаем сейчас. Антон, вам слово. Спасибо, Михаил. Действительно, Алексей Безнебеев, помощник главного тренера БК Рязани сейчас рядом со мной. По итогам первой половины, что можете сказать, довольны ли вы своими подопечными, все ли задуманное выполняется? Значит, двоякое ощущение. Мы довольно-таки неплохо защищаемся, мы пропускаем там 12-11 очков за четверть, но в нападении много не получается. Очень плохой процент трехочковых, очень плохой процент из-под кольца, поэтому сейчас будем думать, как преодолеть эту проблему по нападению. Хотя, повторюсь, в защите довольно-таки неплохо. Мы справляемся и с лидерами команды, Мартынов и Кулагин, и не даем свободно атаковать, довольно-таки неплохо. Надо что-то делать по поводу нападения. Мы знаем, что у вас новобранец, которого взяли, насколько я знаю, в аренду из Автодора. Помогает ли он и как вы вообще своего новичка рассматриваете? Конечно, помогает. У нас в первой половине чемпионата были огромные проблемы с большими. Мы играли с четвертыми номерами и просто не справлялись с командами, у которых доминирующие центровые. Сейчас у нас эта позиция, которую Алан довольно-таки неплохо закрывает, влился в состав довольно-таки быстро, поэтому, безусловно, от него огромная помощь. Ну а со стороны команды России от кого главные угрозы исходят? Наверное, Мартынов и Кулагин. Спасибо большое. Это был помощник главного тренера баскетбольного клуба Рязани. Передаю слово Михаилу. Спасибо, Антон. Алексей Безнебеев в целом, конечно же, рассказал нам не только об этой игре, а более широко взглянул и на команду свою, и на проблемы. И в целом на то, что, наверное, мы с вами увидим во второй половине приблизительно в исполнении этого клуба. Пока напоминаю о том, что 27-25, так как это очень маленький счет, скромный Рязань впереди в этой игре регулярного чемпионата Мужской Суперлиги, который мы сегодня в очередной раз транслируем из Новогорска. Напомню о том, что для вас этот матч комментирует Михаил Рештов. Всем привет. И у нас будет дебют 28-го числа, то есть в субботу, в матче против московского «Динамо». Здесь, на этой площадке, в общем, эту игру будет работать Ирина Спаская. Теперь уже работник пресс-службы Российской Федерации баскетбола. Ну а теперь общая статистика. Двухочковые попадания. Обратите внимание на преимущества наших соперников. В целом они и больше бросили, и больше попали. Теперь по дальним броскам у нас их, честно сказать, безобразно мало. Еще хуже у Рязани, но при этом 2 из 8, это не наш уровень при нашем убойном периметре, при том, что есть Кулагин, при том, что есть Саша Мартынов. По подборам. 17-13 здесь мы выигрываем, причем выигрываем с хорошим отрывом для двух четвертей. 7-7 по результативным передачам. Дальше разница серьезная у нас по количеству потерь. Мы аж 7 раз мяч отдавали. И на 4 больше, чем мы сделали перехваты наши конкуренты. Ну, собственно, и потери, они объясняются вот теми самыми перехватами. Значит, они немного прагматичнее, что ли, по игре в защите. И мы агрессию немножко увеличили в начале второй четверти. Я надеюсь, что мы также интенсивно, с такой же энергетикой отыграем и вторую половину. Пока небольшой перерыв. Спасибо. Итак, Михаил Рештов, Александр Корчагин. Новогорск. Команда «Рязань» против команды «Россия». Это очередной тур в Суперлиге. Седьмое, соответственно, место у гостей в турнире, таблица одиннадцатая у нас. Но наша команда, безусловно, претендует еще на попадание в плей-офф, чего ей, конечно же, и желаем. Итак, Саш, мы начинаем при счете 27-25, написанному на экране верить. «Рязань» впереди. Мы уже отмечали о том, что вторая четверть, она не самая результативная. Выдалось 15-13. Мы сыграли первую, да, получается. Ну вот хочу про потери сказать. Сейчас тренер в раздевалке нам за это наставлял. 13 потерь, конечно. Вообще за игру должно быть 13 потерь при хорошем раскладе. Тогда можно показывать хороший баскетбол. Ну, я цитирую всегда. У меня есть один источник, Римас Куртинатис, который был задним игроком в целом. Ну, как бы не совсем первым, да, но тем не менее. Он говорил о том, что, ну, команда уровня Евролиги может себе позволить, ну, наверное, 12 потерь за игру. Но меньше, вернее, больше уже некуда просто. Это уже почти проигранный матч. Но я надеюсь, что сейчас, в общем, вот эту разницу мы нивелируем. По крайней мере, мы заставим ошибиться соперников. Сами будем слегка бережливее. Сейчас очень важная четверть, третья четверть, одна из определяющих баскетболей обычно. Ну, да, не могу сказать, что она прям архипоказательная, особенно при таком плотном счете, когда 27-25 разница. Просто если сейчас упустить преимущество, сделать 10, потом догонять, это очень тяжело и морально, и физически. Мы видим, что соперники на самом деле принципиальные и где-то, в общем-то, равны. Поэтому вот те три предыдущие матчи, которые были сыграны, и плотность счета, они подтверждаются и этой игрой тоже, безусловно. Но опять же напоминаем о том, что интенсивность работы в защите, она отразилась как раз во второй четверти. Мы видим с вами, что и попаданий было меньше, конечно же, может быть, там мастерства не хватает. Ну, и потом вывели еще одну причину, конечно, она чисто такая природная, да. В общем, сейчас витаминоз, сейчас весна наступает, у людей нехватка витамин, сонливое состояние. Поэтому где-то недостаток скорости, он вполне себе, да, ожидаем. Обычно как происходит? Вот летом сборы проходят, ты подгадалишь свой организм, выходишь на пик формы, тебе хватает как раз до... В феврале где-нибудь. И вот, да, и вот как раз конец января, вот... И пошел спад. Да. Да, как раз вот график, он ломается очень резко, такой график физического состояния, да, игрового, наверное, да. Он резко идет на спад вниз. Очень важно именно контролировать... Здесь нужно поддерживать. Обычно вот в чемпионате СССР, я помню, что четко совершенно была такая пауза команды. Мне довелось несколько раз там с ЦСКА сидеть здесь в Новогорске или там уезжать с другими клубами, так уже пониже рангом, тоже на сборы. То есть в феврале где-то пауза такая обязательно, там Станислав Еремин, либо кто-то вырывал себе 10-12 дней на поддержание физического состояния. Да, как правило, может быть и сейчас. Ну сейчас такой плотный график, что на сборы ты особо никуда не поездишь. Поэтому приходится иметь, что есть. Вот, и на самом деле при этом, конечно же, график очень плотный, нужно находить какие-то... Здесь и ездить-то, в общем, в Новогорск не нужно, но при этом... У нас тут каждый день сборы, можно сказать. Сборы, да. Нет, я честно по-хорошему, по-человечески вам завидую. Миша Пулакин забрасывает мяч, и ему, потому что он мяч забросил, конечно же, в игре. Вот, но и тому, что в целом вот условия созданы очень... Очень фикарные. Очень даже, да, на уровне. И посмотри, какой бросок тоже от щита сейчас. Я называю такие броски опытные броски. Да, так. От щита, так, наверняка уже точно. Без сверхъестественного прыжка, без чего-либо еще. Вот почему сейчас? Не понимаю, я по фолу не даду, конечно. И сейчас Миша бросал, подобрал. Браво, Саня Раженов. Браво, молодец, помог. Да, Александр Раженов. Сейчас очень важно вот от защищаться. Рязань сейчас подряд начала забивать мячи, то средний, то есть под кольца и с фолом. Надо сейчас от защищаться надо. Вдох-выдох был сделан в раздевалке, витаминные напитки и пошло-поехало. Опять, в общем, смотри, как будто открылось второе дыхание, а хорошо. Бежать, бежать нужно. С одной стороны, чего злорадствовать, по сути, потерял Макиев мяч, наш соперник, да, на ровном месте. Но при этом вот как. Браво, браво, забегание потеряли Рязань, Миша Кулагин под кольцом. Не разобрались при смене в защите. Да, причем с дальней стороны. Два человека прилипли к одному и тому. Я так понимаю, Жибиров держал Мишу Кулагина, сказал смена Тростенецкому, а тот не услышал и побежал. Тот не зареагировал, да. Сейчас выход на трешку. Здорово. Миша сегодня отрабатывает, конечно, на ножку. Карпач просто умница. И вот на трехку пошла передача, бросает, не дотянули. Стекло, время на владение, поэтому наш мяч. Да, 24 секунды, все как надо. Вот сейчас вот отбились, молодцы. Вот сразу в Рязани очень грамотный тайм-аут, я считаю, тренерский. Вот мне тоже интересно, арбитры между собой разговаривают в этот момент. В какой-то степени предположить можно, да, что вот о чем говорят тренеры и игроки, а вот арбитры. Вот у меня сам задаюсь постоянно этим вопросом, что они обсуждают, о чем они вообще разговаривают. Кстати, идея в Евролиге была недавно, я видел повесить микрофоны. Микрофоны иногда висят уже. Уже висят, да? Они работают чуть ли не 2-3 сезона, но они очень выборочно включают. То есть, видимо, я подозреваю, что есть повторщики, так называемые люди, которые прослушивают диалоги, где то, что можно. То есть, такая цензура существует, да, не просто так все. Но при этом, обычно, знаешь, когда танцует, допустим, группа поддержки в перерывах, тоже можно понять, о чем судьи разговаривают. Это, знаешь, ты как-то... Да, это предсказуемо, наверное, конечно, да, в Евролиге. Я утрирую, естественно, арбитрами есть о чем пообщаться. Здесь я не травлю анекдотов происходит, потому что то, что я слышал, кто-то с правой, с левой стороны, кто-то говорит о том, что обратите внимание вот на эту пару игроков, потому что они чересчур агрессивны. Там, может быть, перехлест где-то в ближайшее время, можно превентивные какие-то фолики свистнуть или там предупредить их и так далее. То есть, тоже рабочие моменты существуют, вот. И, безусловно, это не трех за жизнь. Кулагин с мячом сейчас. Сейчас репик играет, репик это повторный пик-н-ролл. Но, к сожалению, ни пас не прошел, и Миша Кулагин промахнулся. Ну, хороший бросок был, просто не забил. Ух ты, контратака, как мы пропускаем. И на Кулагина тут же мяч выбросили. Браво, 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 молодцы парни. Смотри, начали двигаться и те, и другие, да, при этом на контратаках очень быстрый баскетбол получается. Кстати, а какой счет сейчас? Ха, 34-33. Своевременный вопрос. Разница всего лишь в одно очко получается у команды Рязани. Есть преимущество небольшое, но есть. Мы сейчас пытаемся, да, против пик-н-роллов очень здорово играть. Вот подстраховываем с дальней стороны. И Миша Карпачев сейчас. Отстраняет от подбора, но он ушел на дальнюю сторону мяч, поэтому там было проще подобрать немножко. Все большие оказались с этой стороны, чуть поближе к нам, комментаторской позиции. Мартынов, Саша, проход под кольцо. Можно было чуть-чуть придержать свисток, еще два засчитанных, и все хорошо. Еще один штрафной. Перерыв, я ему сказал, иди агрессивнее под кольцо. Тебе два из трех дали фала. Правильно, вот сейчас молодец. Вот видите, за две четверти Саша Мартынов кинул всего один раз. Для лидера, конечно, это очень мало. Мы, в общем, прошлись и по проценту реализации. Один из один из ездили у Рязани. Но у нас, правда, два из восьми тоже не ложка меда. Саша Мартынов. Видите, его хорошо. Макс Бычков опекает, агрессивно с ним играет, поэтому... Миша Кулагин передачу делает. Тык мимо. Не подобрали. Клодин с Разумовым там сорганизовали. Я бы отдал Мишу Кулагину, потому что он остался с большим. Но браво, Миша Карпачев. Карпачеву вот это чувство аритмии, когда он на паузе продержится. И потом проникающее такое движение. У него эти локоточки. Вот так отрабатывает, конечно. У него тоже размеры позволяют ему играть такой баскетбол. И по периметру теперь уже мяч Рязань гоняет. Выходит на позицию первого номера, на свою позицию, безусловно. Зимиров. О, он до... Отмахнулся сейчас от Кулагина. Очевидно совершенно. Какой фалл у Драмира. Начинает раздражение такое возникать, да, у игроков, когда там 15-ая, какая-нибудь там 10-ая секунда. Скорее всего 15-ая идет, а тебя человек не отлипает. То есть все время в контакте с тобой. Да, да, да. Это очень раздражает, согласен с вами. Поэтому приходится совершать вот такие вот тычки локтями. Так, Миша Карпачев с мячом разыгрывает комбинацию. Фик-н-ролл в центре. Ах, не забил чуть-чуть Мишка. Ничего, нужно вернуться в защиту, отыграть от защиты, отзащищаться. Важно очень. Важный момент. Ведем очко, да, я так понимаю. Да, у нас 35-34, минимальное преимущество буквально. И вот при, опять, размен не очень правильный, да, произошел. Нет, это он, опять же, Саша Разумов играл в тэп-аут, чтобы не дать первому номеру легко отдать передачу. Видите, как... Заступ не удался. Не удался, да, дали фолл ему. Вынос мяча из-за боковой. Наши соперники это делают. Делают достаточно легко. Передача последовала. Ну и вот это... Ну, Миша, конечно, провоцировал арбитров. Но еще раз не попадал. А вот здесь вот подбором достал. Взять, взять. Держи. Вот теперь фолл уже. Молодец. Молодцы, отбились. Конечно, Рязань не забила два раза из-под кольца. Вот скажи, Саша, Разумов он откуда сам? Он, кстати, из Питера тоже. Питерский, да. Очень много питерских. Вот, между прочим, да. Школа хорошая у нас в Питере, налажена. А кто из москвичей здесь? Прям из москвичей. Мишка. Тринтовский, Кулагин, понятно. А из еще кто? Из состава. А все, вроде нет никого, да. Саня Мартынов. А, ну, Саня Мартынов. Ну, он вообще в Ростове родился. Но... Часть времени проявил. Ну, в ЦСКА. В ЦСКА вот он разрывался. В ЦСКА, да. Миша Карпачев из Павлова. Саня Стуленков из Нижнего Новгорода. Ну, это я сейчас про игроков на площадке. Кстати, из Павлова тоже Леша Бабушкин. Они с Мишей Карпачевым. А, есть о чем поговорить. Соседи, да. Карпачев хорошо. И вот здесь на ускорении. Нет, только, смотри, сзади, да, не подпустить передачу на разум. Он далековато от кольца. Нужно проталкивать. Все-таки размер позволяет ему. Все правильно делает. Левой рукой. Браво, браво. Он левша? Он не левша. И вы, кстати, очень часто его подкалываем за это на тренировках, что он левый очень мало забивает. И мы ему все время говорим, но лепти. Он старается. Но, посмотри, он сегодня завершает уже третий бросок с левой руки. Молодец, молодец. С левой стороны. Грамм. Знаешь, как классика жанра, что называется, да? Аккуратист, парень. Проход под кольцовый. Скидка неаккуратная. Удачный пас. Опа, и наш мяч. Нет, это пас был. Браво, браво, браво. Отзащищались. Молодцы парни. И посмотри, Мартынов, как чистый мяч снимает. Кстати, чистый, да. Макеева с руки. Вообще без нарушения правил. Причем такая ситуация, когда уже, знаешь, вот судья-то мог просто по инерции свистнуть, да? Нарушение, но при этом... Еще непонятно, что бы было, если бы время не кончилось, кстати, да. Кстати, да. Карпачев. Миша выносит из-за лицевой. Ну, и такая, так называемая, заворотная комбинация, если говорить хоккейным языком. Миша Кулагин показал. Рога. Это одиннадцатый номер? Нет, это просто комбинация рога. Она везде как бы играется. Это два вертикальных заслона, получается? Ну, два больших стоят наверху, и первый номер выбирает. Либо идет влево, либо вправо. Проход под кольцо. Сейчас, да, достаточно спорная история, поскольку, ну, честно говоря, прям такого контакта-контакта лично я не заметил. Не то, что бьют по рукам, а в принципе, да, прикосновение защитников проходило чисто, но Разумов поэтому, в общем, возмущается. Ну, повтор бы нам посмотреть, конечно. У нас нет повтора, к сожалению. Нет повтора, да, вот не обзавелись мы еще техникой. Она достаточно дорогостоящая. Но картинка очень качественная. Это HD-формат. Себе можем позволить уже. И при этом мы сейчас модернизируем сайт под именно такие трансляции, для того, чтобы был и звук качественный, поскольку, ну, весь интернет практически сейчас в HD-формате. На самом деле, очень солидно смотрится вот это вот место, комментаторское. Рядом тут очень много компьютеров. Серьезно прохожу. Ребята, посмотри, слева у нас какие серьезные. Да, да, все в работе. Вот. Коля Штаму, кстати, еще в очередной раз скажу спасибо. Кстати, из Питера я его тоже знаю. У него отец тренер в женском баскетбольном Динаве. Да, там недавно весь город на юбилеи гудел. В Питере? Здесь Питер, да. На Авроре гуляли, я не знаю. Что-то было такое. Коля не все рассказывает. Я давно не был в Питере, поэтому я не знаю. Мы, кстати, вот едем там детский турнир только. Вот буквально в четверг уезжаем в ночь на поезде. И посмотри, город тоже уже, ну не сто лет, но где-то осенью. Обожаю Питер. Конечно, все это говорят, кто откуда родом. Но в России я много где был, почти везде. Но, конечно, Питер мой любимый город. Все-таки жить я там буду. Не поспоришь, да, не поспоришь. Там и люди другие немножко, другие, отлично. Да, не то, что они там лучше или хуже. Ну да. Я никого не хочу обидеть сейчас. Итак, 38-36 немного отвлеклись от баскетбола. Сейчас плюс три будет у нас. Да, Семенов, это самая большая разница в счете на всякий случай в этом матче. И она складывается в пользу России. У нас 3-26 до конца третьей четверти. Ну, сейчас Драмир Зибиров вышел на площадку. А, вышел он, да. Сейчас, может быть, наладится игра в нападение у Рязани. Ну, хорошо Разумов сидит в ногах. Молодец. Да, против Маленького тяжело играть. Ох, Андрюша Семенов пропустил этот бэкдор как раз. Сложновато, потому что Семенов не подстраховал Кулагина, да. Разница в росте была солидной. Поэтому соперники завершили атаку на раз-два. А у нас недопонимание в защите. Ну, и Захара показывали тоже. Досадует по этому поводу. Миша Карпачев. Дается 8 секунд. Браво на степбэке. Ух ты, какой сложный мяч. Он в последнее время забивает такие на тренировках. Поэтому я сейчас не удивлен совсем. Физика позволяет, должна, да. Вот этот шаг назад, во-первых, да. Сейчас браво Драмир Зибиров четвертый фолл получает, по-моему. Ну, сейчас в нападении дали, конечно. Но мы рассказывали о том, что арбитры до этого дали непонятное замечание такой команде России. 41-38, отрыв 3 очка сохраняется. У них замена. У наших соперников Зибиров. Маленьких играет у них. Да, причем они вот заднюю линию усиливают, совершенно очевидно. Это на увеличение скорости, естественно, работа, да. И на поддушивание. Здесь зона. Да. Или лично. Нет, лично. Играет лично. Вот сейчас браво передача. Н2. Ах, хороший фолл. Но на грани. Не спортивного, хотя нет, достаточно жесткого. Нет, хороший фолл, мужской такой фолл. Не спортивный, это все-таки, когда уже ты обхватываешь двумя руками. И приземляешься. Да, да, да. Денис Тимаков нервничает. Ну, надо думать. Проиграли они Владивостоку недавно и не вышли в финал Кубка России. Я думаю, они очень расстроены все там в связи с этим поражением. Ну, Владивосток сейчас один из основных претендентов на проведение финала четырех. Да, мы, кстати, тут недавно встречались с Даниилом Славьевым. Он нам это как раз рассказывал. Что, скорее всего, там будет Владивосток. Ну, кстати, я на самом деле за, потому что народу там придет... Ой-ой-ой, сколько. Они вроде хотят проводить фетисов арене, где играет адмирал хоккейный. Да, да. Поэтому там все есть, все условия. И паркеты, и кольца, все там. И народ соберется. Тысяча четыре, я думаю, может прийти. Я больше чем уверен, что аншлаговые спектакли таким городам в этой ситуации, как, допустим, Рязань, как, конечно же, ну, если бы, да? Забили три очка, извините, Михаил. Да, Рязань, Новосибирск, Иркутск, Владивосток, да. Но если, опять же, это будет, предположим, Москва и Динамо, то здесь надо будет потрудиться очень для того, чтобы привлечь народ. Ну, на самом деле, не назвал бы Новосибирск таким прямо уж аншлаговым городом, потому что сколько я... Там немного на Атшибе находится залп. Да, на Атшибе этот север, да. Тяжело туда добираться, согласен. Ну, слушай, на Волейбол собирается народ. В Новосибирске тоже на Атшибе находятся, но, тем не менее, ходят, и там очень интересные... Даже не сравнивая уровни, в принципе, да. Ну, там немножко все-таки система по-другому построена. В Краснодаре там работают и с болельщиками, и менеджмент, и реклама, все там на высшем уровне. Но кто не разрешает здесь это делать? Ну, финансы, все, видимо, финансы убираются. Согласен, что кошельки разные, абсолютно, да. Но я к тому, что если в целом кто-то из городов вышеперечисленных получит, то сложнее всего привлечься на трибуны, будет Динамо. Да, да, Динамо. Ну, помните, как наша сборная играла отборочные с Италии? Вообще никого не было на трибуну. Ну, трудно добираться, там и шадлы можно будет запускать и так далее. Но важно, в общем, реклама, движитель торговли всегда, да. То есть это номер один. Вот как себя поведут? Я не отдаю, конечно же, Динамовскому руководству финал четырех. Я знаю просто о наличии заявок, о наличии претендентов. И, ну, лично мне, например, там, в тот же Новосиб поехать в родной город, я с удовольствием. Там в Владивостоке я никогда не был. Там, говорят, безумно красиво. Есть что посмотреть. В Владивостоке очень красиво. Мы, кстати, недавно летали, у нас был выезд Владивостока-Иркутск. Иркутск это Байкал, опять же. Да. О чем? Ну, Байкал нам не удалось съездить там. Итак, 45-41. Команда России впереди. Плюс четыре. И еще раз Саша бросает. Но еще раз... Браво. Ах! Увеличить было бы неплохо. Выиграли волейбольную партию. Миша Кулагин бросает. Нет, фолов не дают. Не дают совсем что-то пока. Ну, ничего. Сейчас. Я. Бедро. Какой у Сашки фолл? Третий. Сейчас, сейчас, восьмой. Да, третий. Третий фолл, да. Третий фолл. Один из набранных. Он за 10 вышел. И Миша Кулагин. Саша Мартынов сегодня как-то... Молчит, молчит пока. Я думаю, что в четвертый все будет. Нет, ну понятно, что все соперники прекрасно знают, с кем нужно играть или против кого. Само собой разбирается команда. Мартынов у нас лидер. Забивает почти по 20 очков, поэтому... Ох, как скоростно и быстро. Сколько энергетики в движениях соперников. Но при этом фолл дадут, я думаю, что... Или нашему дали. Нашему дали фолл за захват. Леша Бабушкин просто присаживал на спину игрока. Знаешь, оттеснял от мяча, от подбора. Да, но ты-то понимаешь, о чем идет речь. Арбитры решили, что это нарушение правил. В принципе, он ему ничем не мешал, не задерживал. Просто как бы контролировал его. Не то, что он прямо его держал руками. Фолл так фолл. Не поспоришь судьей. Он не отменит свое решение. Такая пауза в игре небольшая. Ну, расстановка была, причем вплоть до сантиметров. По кроссовок. Судья отметил очень важное. В районе гусев. Нет, может быть, он сказал, что нравится ему сноуки. Не знаю, я так пошутил. Или кроссовки у Макса Полякова. Это интересная идея. Подбор в спину надо ставить. Очень важный сейчас отрезок времени. Конец третьей четверти. И три очка опять Тростенецкого. Мы сказали же не стартовать от Тростенецкого. 45-45. Ничья остается. Да, вот буквально считанные секунды. У нас закончится третий игровой отрезок. В ответку. Браво. Залетела. Семенов красавец просто. Но тоже подкармливает команду. Конечно же, трехочковыми бывает. Вот особенно в заключительных четвертях. Я обратил внимание в последних матчах. У нас так как-то вот летит и очень умеет собираться, сосредотачиваться, ребята. Двойной отбор. Карпачев пытался мяч выбить, но... Нет. Не перекрыли вход в трехсекундную зону. При этом дали свободно забросить. Но получилось так, что почти на равных разошлись. 48-47 плюс одно. Кстати, заметьте, после половины был счет 25-27, а сейчас уже 48-47. То есть плюс три у нас. Плюс, да, плюс три, но просто 20 очков забили почти за четверть. Самая результативная получилась. Как ты говоришь, она показательная. Да, да. При этом разница минимальная. Здесь как угодно может повернуться ситуация. Но хочу сказать, что по динамике, по, может быть, даже добавили немного в комбинационности, по движению. Да, вот сейчас Россия интереснее смотрится. По собраннее стали ребята. Все-таки чуть почувствовали игру уже. Раскачались чуть-чуть. Ну да. Вот сейчас тренер как раз высказывает по поводу защиты. Видно Андрею Семенову за подстраховку. Я не слышал, чтобы так Захар кричал. Все правильно. Бывает, нет, ну да, но он жестко так и строго обходится. Конечно, нужно... Да, вот именно он раскачивает сейчас коллектив. Вот так с молодыми игроками еще по-другому. Нам правильно, нам нужно вставлять по задней части. Видимо, не один раз было сказано. Конечно, ну... И не исполняется. До кого-то быстро доходит, до кого-то медленно. Главное, чтобы дошло в итоге. Последняя четверть. Скажи, Саш, насколько видоизменились взаимодействия или все осталось то же самое, что предыдущего тандема Пашутиных? Нет, система все та же. Я так понимаю, что это сборная все, и никаких изменений не происходит. Как говорит наш тренер Гоша, система должна работать. Вот человек сидит, скучается. Ну, как-то, да, совсем грустно. Даже не знаю, почему. Потому что неужели он так в Зарязань болеет? Нет, смотри, пришел в себя. Это просто был глубокий анализ произошедшего. Третьей четверти, да. Мы с тобой то-ля-ля, а люди вот так вот думают. Серьезные мысли у них там в голове. Итак, выходит на площадку Семенов Карпачев. Насколько я понимаю, да, появляется Бабушкин. На позиции разыгрывающего Миша Кулагин. И, кого я не назвал? Я не назвал... Стулинкова, Сашу. Стулинков, да. А вот я хотел тебя спросить еще о чем. Саш, насколько привычно работать Корчагину и Саше Мартынову на позиции первого номера. Это вот, что называется, их два считать. Да, конечно, по нисходящим мячам. Это уже, это как бы... Вот вспомню даже хотя бы попытки в российской женской сборной переучить баскетболистов, там, баскетболистов со второго номера на первый поставить, чтобы играли. Ну, тут все зависит от таланта тоже, а игрока, как он сможет это понять. На самом деле, ничего страшного нету в том, что второй номер сыграет первого, чуть выведет мяч. Это совершенно нормальная практика сейчас в командах. Обычно как раз все играют два маленьких. То есть, если очень хороший защитник есть в какой-то команде, он прессинкует первого номера постоянно. То есть, первый отдает второму, тот выводит, заказывает комбинацию и там продолжается движение дальше. Нет, я-то понимаю прекрасно, что в целом ничего страшного. И второй номер обладает техникой, иногда дриблинга не хуже, чем первые номера плеймейкера. И видением площадки, и еще и броском, и так далее. Но, может быть, здесь вопрос больше отдать передачку, да, посложнее, острую, это другой разговор. Согласен, да, все-таки больше вторые, они нацелены на забивание мячей, да, на атаку. Ну, все зависит, конечно, от головы тоже, от голова и таланта, как хватит тебе именно способностей закрыть эту позицию первого номера. Он сейчас в марте сидит пока. Да. Браво, в защите хорошо работаем, поменялись сейчас. Сейчас будет пост заигрывать. Браво, offensive foul. Пол нападения. Конечно, стопроцентный. Сейчас особо Миша не подыгрывал, здесь просто подстроился. Нет, он рукой его загребал, все видно было, прекрасно РФ справился. Но при этом Поляков он нарушает уже двукратно, да, почти на одном и том же месте даже. Правила, переходит мяч, владение к нам, 50-47, нам нужно пользоваться, увеличивать. Нам нужно, да, как раз сейчас еще бы трешечку забить. Ну, а чего вот на ошибках не ловить соперника, да? Мы же как бы... Браво, Миша проходит. Браво, браво. Поймал на невнимательность Макса Бычкова, тот, видно, думал, что он пойдет играть пик-н-ролл вправо, а Миша сделал перевод влево и забил спокойненько этот мяч. Ну, в такой ситуации, конечно, защитнику не позавидуешь. Он-то играет спиной и перемещается к кольцу, и тут такая скорость против тебя игрок, когда набирает. Ну, ты все равно должен быть сконцентрирован, ты когда в игре должен все равно останавливаться. Здесь много хитростей, конечно, существует. Здесь можно мяч внизу отнимать и попробовать выбить и подставиться, и там, ну, там 350 вариантов, да, всяких разных. Но как успеешь, как сообразишь. Играть в защите тоже очень большой труд, и не только физически, и умственный тоже, особенно в командной защите, как у нас тут. Сейчас хорошо, Рязань двигает мяч, а мы хорошо как раз вместе с ними двигаемся. Слушай, мы-то стоим в зоне, да, мы стоим в зоне. Не-не, мы просто хорошо двигаемся. Ох, чуть-чуть не повезло нам. Да, Мишка упустил этот мяч, Забиров бросает. Забиров, да, Забиров. Вот нельзя, нельзя, он сейчас разыграется. Ну, ничего, я думаю, сейчас выйдет Марти и съест его. 52-50. Кстати, Саше надо отдать должное, конечно, он и пахарь в защите тоже, безусловно. Здесь, в общем, знаешь, когда люди, ну, знаешь, конечно, когда люди иногда забрасывают, здорово, забрасывают по двадцатке в нападении, то в целом в защите можно где-то там и устроить себе поблажку. Ну, конечно, безусловно, тяжело, очень, очень мало игроков, которые и забивают, и защищаются. Обычно есть либо распределение, либо ты забиваешь, либо ты персональчик, посередине редко очень. И восемь минут еще играть в этой четверти, но будем на всякий случай говорить до конца регулярного времени. Семенова 14 очков уже. Семенов красавец. Он файл. 14, да, 15, теперь уже 13 у нас получается у Лагина Мишки. И 11 у Разумова. Вот это трио, которые вышли, ну, больше десяти набрали. И Рязань потихоньку, но вроде как отстает. Уже мы пять очков ведем. Зибиров начал играть. Зибиров теперь уже разогнался. Но, безусловно, конечно, к Рязани мы отметили, что это опытная команда, и она сильна и задней линией в том числе, если не в первую очередь задней линии. Вот. Ну, и должен быть лидер, конечно же. Ну, у них баланс хороший. Подтаскивает команду вот в такие именно моменты. Ну, это Мишин излюбленный бросок. Жалко, что не забил. Причем он второй или третий раз уже сегодня пытается. У него не идет никак мяч. Оп, наш мяч. Я это видел. Я это отсюда увидел. Тебя услышали. Да, я переживаю очень за команду. Сейчас такая напряженная игра. Ровный счет почти. Ну, да, на равных, можно сказать, 7-16, 55-52. Очень интересная ситуация, как будет все дальше развиваться, поскольку Рязани, она, ее не прогнули пока еще, да, нет, она сопротивляется, естественно. И будет этим заниматься на протяжении оставшихся 7 с лишним минут. Вот, войдем в овертайм или нет, вот это вопрос. И насколько сможем концовку контролировать. То, что сейчас мы, в принципе, контролируем ход игры, это уже можно констатировать, да. Если у нас было отставание, и мы с тобой говорили, там, по первой четверти минус 2 все время где-то больше, по-моему, там, на минус 3 максимум разница не уходила, не падала, да, нельзя сказать, что это, как бы, наша диктовка была матча. Все равно Рязани, она потихоньку лидировала и вошли в этот ступор второй четверти, да, третью гораздо активнее провели и вышли вперед, сравняли счеты, даже получили какое-то... Перетерпели мы, да, как раз молодцы. И вот теперь концовка, которую... А вот сейчас нужно как раз включиться именно молодым нашим парням и завести, да, побегать, да, потому что все-таки они, парни рязанецкие, повозрастнее, возрастные игроки... Постарше. Постарше, да. Поэтому, ну, не прям мы говорим, конечно же, о ветеранах-ветеранах, но при этом, вот, где у нас заявочный протокол, можем пробежаться средний возраст 26 лет, у нас средний возраст даже до 22 не доходит, 21,9. Так что, ну да, в общем, ты прав. Это, видимо, я подпортил еще статистику. Ну, есть немножко, конечно. Так, разумов трешка. Ну, мне кажется, сейчас пропустим, опустим этот момент. Не полетел мяч, да, но, может быть, и было касание, но арбитры его не заметили. Теперь в защитке бы отбиться. Блин, вот тут оставили на периметре одного Зибирова. Трехочковое попадание и ничья. Вот Марти выходит. 55-55 получается на данный момент, 6.45 на секундомере. Ну, и мы, как правило, в таких ситуациях говорим, что начинаем с нуля. Я очень хочу выйти сейчас на площадку. Вы не представляете, как. Попробуем договориться с арбитрами. Сейчас хороший бэкдор от Миши Брау. Ох, пробьет Миша 2. Сложно со стороны смотреть, безусловно. Многое зависит, знаешь, вот по крохам собирать это. Вот к разговору о том, что есть возможность по крохам собрать результат о том, что у нас не всегда у команды России в этом сезоне идут штрафные. Процент не очень такой хороший, да, попадание. Не очень стабильный и не так высок, как хотелось бы. А здесь-то как раз вот в последней четверти, в эти минуты и начинается вот этот сбор урожая. Промазал Миша второй штрафной. Немаля на что, на самом деле, он то ли набрасывал, то ли так мяч не пошел. Но как-то уж прям совсем мимо, знаешь, если есть такое выражение. Куда-то прям совсем в сторону мяч улетел. Ну, сейчас арбитр показывает, что Миша коленом встречал Дромира. Ну, сейчас и Кулагин, и Мартынов. То есть Захар идет вабанк, что называется. Осталось, да, 6 минут сейчас. Все на кон. Сильнейшая пятерка на площадке. Так, а сколько командных? По три фала командных, да? Да, еще есть запас небольшой. Ну, и играть, правда, прилично. 6 минут. Зиберов один в один. Ох, и дриблинг у него. Ты посмотри. Сюда пошел, сюда пошел. Браво взяли от подбора, защищались. Молодцы. Теперь бежать. И Семенов должен идти на пик-н-ролл. Конечно. Мартынов один. Можно было и через Семенова попробовать повзаимодействовать. А можно было вот... Он с большим оставьте... А, вот размен идет. Ты знаешь, Мартынов сегодня не выходит под получение. Как-то мало его совсем видит. Кулагин на дриблинге. Играет один в один. Вот он доказывает сегодня на Рязани. Нужно передергивать немножко. Он не устал, он просто заигрывается чуть-чуть. Чуть-чуть, прям самую малость. Мартынов при этом обезмячен и молчит, самое главное. Не прошло. Да, но сейчас такие фолы не дают. Если раньше давали, за это сейчас предупреждают. Наоборот, за флоппинг это называется. Да? Имитация, да. Имитация фола в нападении. Вот сейчас как раз арбитр тренеру об этом говорит. Вот как у нас рэф отрабатывает. Ровный счет на табло. Пять минут. Осталось пять минут. Как в песне прямо. Да, пять минут, пять минут. Пять минут. Пять минут. Пять минут. Пять минут. Выносим из-за лицевой. Сейчас каждая атака на Ви золото. Надо завершать. Вот просто в защите мы играем хорошо. Мы не позволяем больности сопернику. Самое главное, дураки не залетают. Вот что интересно. Видели, какие последние мячи Рязань бросала? Что Драмир Зибиров в проходе. Какие-то непонятные довольно-таки атаки. Это все, да. Сложные усталости, да. Он обыгрывает один в один. И при этом, да, мы его загоняем в такую ситуацию, что ни скидку сделать, особо ты не разгуляешься самому попасть, да. Уже практически падая, выбрасывает мяч. Итак, Карпачев, Миша выводит... Что-то секундомером что-то, наверное. Да. Что случилось? Непонятно, что-то. А почему время? 18 и заново. А, заново. А, вот 24. Арбитр возмутился. Вполне вероятно, Рязань забыла сыграть прессингом. Решили вернуть, повторить. Ну, вот сказал Диктор, что задержка 6 секунд была. Это было. Так, Зибиров хорошо опекает Мишу, Карпачева. Сейчас перестали как-то двигать мяч в нападении. Улагин, ну, надо отдать мяч. Долго возишься. Саша Мартынов тоже один в один будет обыгрывать. Ух, эти трехи его тоже. Не полетела. Замкнули на себе атаки. Сейчас мяч практически не двигается. Да, и большие стоят просто в свидетелях, смотрят. О, это брау-пас. Ух ты, так высоко. Ну, не Яшин, прямо скажем. Не Яшин. Таким прыжком Женек Маринин пока еще не обладает, чтобы достать такое мяч. Ну, есть к чему стремиться. Высоковатый мяч летел. Конечно, потеря глупая на ровном месте буквально, но нам на руку. При этом используемые, наверное, ошибки соперника. Можно было бы тоже об этом говорить даже. Вот сейчас хорошо Марти двигает мяч. Карпачев. В проходе энд ван можно. Ну, как так мяч не залетает. Вроде и подкрутил. Судья, кстати, не засчитал бы этот бросок. Видимо, показал, что фол был внизу. Поэтому, даже если бы он забил бы его, все равно бы не радовались бы. Жаль. Так, замена у наших соперников. Кто вместо кого, мне просто интересно. Марини не меняют. За что его... А, ну... Ну, он так расстроился как-то. Сразу ушел. Но он, по-моему, на площадке-то побывал. Минутки-полторы, дай богу. Если не секунды. Это я так уж совсем, чтобы его не расстраивали. Миша кулагин с мячом на периметр. Карпачев, проход под кольцо. Ну, скидка. Браво, 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 Миша. Браво. Это Миша все сделал. Молодец. Отличная скидка была. И здорово разобрались Разумов на таком зашаге. Да, он так пятку ставит. Как будто сейчас прям по локоть прям вобьет мяч. Сейчас хороший диффенс. Закрыть Базибира еще в конце. Пять секунд. Четыре-три передача под бросок. Поляков заряжает. Браво, подбор. Можно остановиться. Никуда не спешить. Так и делают ребята. Ну, с другой стороны, в общем, 58-55. Но нам нужна результативная атака для того, чтобы, ну, так скажем, не торопиться и морозить мяч. Когда куда бежать, они успевают возвращаться. Нужно сейчас заставить их больше двигаться в защите. Браво. Опять. Что такое? Дали пробежку. Может быть, сначала, да. То, о чем я говорил, Саша. Вот эти шаги, которые делает Разумов, такие подшагивания в самом начале. Вот он, арбитр, на них клюнул. На самом деле, на смотрение арбитра, вот сколько я баскетбола смотрю, они то дают, то не дают такие. Ну, то есть, понимаешь, о чем речь. Я понял. Поймал, потом шагает. А не одновременно. То есть, вот отсюда идет опоздание на секунду, даже доли секунды, оно чревато. Сейчас его подловили в не самый выгодный, правда, момент для нас. Обидно, конечно, потерять мяч, хотя атака. Сейчас бы, да, плюс пять было бы. Атака-то уже была разыграна, все уже, да, в кармане. Ну, фолили они. Фолы, либо фолы, скорее всего. Ну, да, фолы, его срубили как-то. Видно, уставшие уже ирязанцы просто маленькие стоят, не двигаются. Ну, вот то, о чем я говорил. У нас вот преимущество по общей физической подготовке, оно в нужный момент проявляется. Вот один Зибиров только шевелится. Мне очень нравится, как Саша Разумов сидит в ногах против маленьких игроков. Он просто умница в этом плане. Ты знаешь, и Разумов, и Карпачев тоже. Но Карпачев он и играет, по сути, чаще всего против игроков, которые ниже его роста. Ну, да, ну, он такой, третий номер, да. Широкая стойка, подвижный такой. У него размах рук очень хороший. Как бойк, да. 58-55, Пулагин, ДДМ мимо. Подбор взять, все, выйти. У Разумова у меня сейчас фол дадут кому-то из Рязани. Да. Все правильно, пускай дадут. Три минуты осталось, плюс три. Это какой фол? У Рязани, по-моему, уже четвертый. Или все, пробивной? Нет, пробивной, там, по-моему, семь. Это третий... Непонятно, да, что-то? Вот семь. Семь у них фолов, у нас три. Это вот я понимаю прекрасно. Минута таймаут берет главный тренер баскетбольного клуба Рязань. И сейчас сложная достаточно ситуация находится. Опять как-то такое по состоянию, да, оно такое патовое совершенно. Мы как-то опять в яме. Не забрасываем вроде ни мы, ни они. Не получается. С того, что они не забрасывают. Сейчас вот, ну, вот то, о чем я говорил, да, вот эти крохи, которые могут принести результат, они будут добираться с линии штрафного броска. Сейчас посмотрим как раз. Сейчас психология пойдет уже. Сработает или нет. Ну, и давай пару слов по поводу следующего матча. Мы 28-го встречаемся в 18.00 здесь опять. С Динамо мы будем играть, да. В принципе, один из ключевых поединок. Принципиальная игра будет. И весьма принципиальный матч, да. Ну, что можно сказать о нем? Будет битва в Новогорске. Ну, понятно, там можно подразобрать немножко по линиям, по задним. Мне нравится Захаров. Захаров, да, хороший сезон проводит. Ну, он, на мой взгляд, он второй номер. Они его там на первом позиции, да. Они на первом заигрывают. Он все-таки второй номер, как бы, не организовал. Он такой завершающий план игрок уже. Вот, кто там еще? Сердар Анаев, молодой, хороший, цепкий защитник. Мне очень нравится, да. Работящий парень. И дриблинг у него такой, с видением площадки. Там нет, опять же, отсутствие острова пасса бросается в глаза. У него вот есть такая штука. Он молодой, да, ему тоже 19 или 20 лет. Ну, не старый, очевидно, совершенно. Не суперстар, точно. Потом, кто у них еще там маленькие? Взяли Латыш, сок новенький такой у них какой-то. Ну, сок, кстати, сок он такой. Он не очень скоростной. Командный он такой. Вывести пасек отдать, заказать. Вывести, отдал, да. В основном в отдачу работает. Это по задней линии мы разобрали. Трушкин передний, неплохой тоже. Трушкин, да, хороший. Ты можешь играть и второго, и третьего, и четвертого. Так и сайз ему позволяет размер играть. У них новый тренер, Урга. У Динамо? Эстонец, да, его пригласили. Вот этого я не слышал. Миша Соловьев второй сейчас. А, вот ракернулась, да? Это вот я был в Динамо сейчас вот на игре, когда в воскресенье. С парнями после тренировки остаюсь, тоже посмотрел. Но он такой спокойный дядька, пока входит в курс дела. Оба, Разумов сейчас корпус в корпус. Карпека пытался, по-моему, сверху ударить, да? Кстати, один Разумов промазал все-таки штрафной, да? Потому что было плюс три, сейчас четыре стало. Да. Вот как раз про эти крохи. И вот как раз про них, да. И в целом команда, мне кажется, Динамо, она такая вот организованная. У них очень ротация хорошая. Да, они как-то так без особых потерь, что ли. У них такая динамика, она не падает, меняя игроков, когда происходит. Да, да, да. Я думаю, что их еще подломило немножко в начале чемпионата их участие в... Как она эта лига называется? Балтийская лига, по-моему. Балтийская лига, да, играли. То есть тяжело очень туда-сюда летать. Постоянные игры, там, по две, по три в неделю. Ну, замахнулись мы. Сейчас промах последовал. Саша Мартынов и здесь не выцарапал мяч, к сожалению. Переходит наш соперник на падение. 59-56. У них шанс есть. Зибиров, да. Но это уже пробивные. Пробивные, да. 2-22. Сколько у Зибирова очков, кстати? И у Зибирова, давай глянем. Так, 13-13-11. 13. 13 у Зибирова. Под стать номером, да. И еще... Надеюсь, так и останется. Карпека набрал 13. К сожалению, не осталось. Нет, 14. Но наших самых выдающихся персонажей... Ну, вот он догнал на данный момент Разумова, Сашу. И у Андрюхи Семенова тоже 14, по-моему, было. А, 15, да? Сейчас уже 15. И вот он теперь догнал Семенова. Но есть шанс, конечно же, понятно, выиграть этот матч. Вот она, нервная концовка. Не есть шанс, его надо выигрывать. Я мало того могу сказать. Сейчас должны забивать. Опять мяч не двигается, не переходит. Семенов, хорошо. Холл пробивной, браво, браво. Может, чуть раньше передачку надо было отдать. Не знаю, ему не совсем удобно с правой налево и сюда вот было, да? Переводить. Неудобно, похоже, было, да. Он, видите, шаг вправо сделал и хотел правой отдать, видимо. Разумов там давно стоял, но все равно двигаются именно Семенов-Разумов. Хорошая связка сейчас получается впереди. Миша, ну, немножко выпал Карпачев. Он работает в защите, выпал из нападения чуть-чуть. Он, видимо, подустал чуть-чуть. Сейчас мяч двигается в основном через первого номера и через как раз Семенов-Разумов. Молодец, 2-2 сделал. Ну, и сейчас очень важно, что вот именно в этих связках и именно что задние нам предложат. Наши задние, Кулагин и Мартынов, конечно. Ну, и напомним о том, что баскетбол, конечно, командная игра прежде всего. Здесь взаимодействия важны. Особенно на усталости. Игра в защите. Хорошо, Миша Кулагин не отстает. Скидка на грани пробежки, но... Не потерпели фитнаши. Ну, видно, устали, устали. Браво, тренер берет тайм-аут. Захар берет минуту. Да, да, да. Минута 44. Сейчас нужно со свежими силами забить нападение. Плюс очко у нас. Ну, дает подышать, во-первых. Во-вторых, опять можем вернуться к тому, что, Саш, ну, как вот... Напомню телезрителям, да, ну, телезрители, да, безусловно, у нас они есть. Что сегодня со мной Александр Корчагин работает. Он временно отлучен от профессиональной трудовой деятельности. Вот. И скажи мне, вот сейчас, вот ты состав знаешь прекрасно. Знаешь манеру Захара. И самое главное, что понимаешь, что он хочет, что он требует в такие моменты. Объясни. Ну, да, вот наверняка я больше чем уверен, что ты в курсе, какая комбинация будет разыгрываться. Они есть по схемам там и так далее. Я думаю, что сейчас тренер скажет двигать мяч, потому что последние атаки не все мячи трогали в нападении. И я думаю, что сейчас будет установка, чтобы как можно максимально, чтобы они запыхали в защите Рязани. И как бы в конце уже пикингролом завершать атаку. Там уже смотреть либо бросок, либо пас. Я думаю, что так. Сейчас вроде Марти поменяли, выходит Алексей Бабушкин на площадку. Да? Да. Бабушкин пошел. Но сегодня не так много времени все-таки игрового ему досталось. Еще раз напомним, что он после температуры, да, это мы уже говорили. На всякий случай, может, он не слышал. Семенов, Карпачев, Кулагин. Марти присел. Минута 44. Ну, такая, может быть, появилась команда защиты, команда нападения. Ой-ой-ой, как так потерялись? Как Мишка-то ошибся, бог мой. Очень обидно. На выносе мяча прямо в руки мы проигрываем одно очко. Причем сэкономили, да, всего лишь 9 секунд на атаку понадобилось на перехват. Нашим соперникам Семенов делает скидку на Карпачева. Миша сейчас будет отыгрываться, безусловно. Ай-яй-яй. Две потери совершили наше нападение. Очень неприятное, конечно. Но все равно минус очко пока еще ничего не потеряно. Ты знаешь, вот эта замена, на мой взгляд, она давно напрашивалась. Да, Миша устал, да, Миша устал. Захар не прочитал эту ситуацию, доверил ему вынос мяча. И передача прошла, конечно же, отвратительная, честно сказать. Это опыт, поэтому ничего страшного. 61-62. Единственное, вот сейчас в защите непонятно, что наше. То ли разменялись, то ли... Опа, упал мягко, хорошо. И бежать, бежать нужно, потому что больше игроков. Саша Мартынов и пошел обострел. Браво, браво, Мартынов. Отличное решение с набранной скоростью. Единственный правильный выход. А у Зибирова как раз 4 фола он висит, он поэтому и не стал фолить. Не стал трогать, да. 63-62. Зибиров нужен команде под концовку. Его берегут. Он и так уже таскает всю последнюю четверть. Надо упереться сейчас Андрюхе Семену. Браво, браво, держит грудью. Что происходит? Пробежка, конечно же. Браво, браво. Макиев наваливается со спины. Сейчас нужно спокойненько забить свою атаку. Вот Карпека на эмоциях. Вот мы с тобой заметили тоже, что была пробежка. Он эту опорную ногу двигал вот таким макаром. И можно было совершенно спокойно свистеть, да? Конечно, да. Не свистнули. Дают бороться. И Карпека в претензиях к арбитрам. Понимаешь, что это игрокская правда? А у него, видимо, претензии по поводу того, что аут отдали нашей команде. Потому что там он, видимо, говорил, что от разума... Нет, он показывал, что его... А, что его толкали. Вот это очень... Дай, дай, Саша. Без суеты. Спокойно совершенно. На вывод из зоны дается всего 8 секунд. Поэтому сейчас нам паника началась у нас какая-то. И играет сейчас комбинация. Миша Кулагин. Миша. Один в один. Треха летит. Да! Наконец-то! Наконец-то! Браво, Миша! Браво! Стрелял, стрелял. Ну и вот, да. Плюс 4, да? Сейчас, я думаю, будет быстро атака у Рязани. Роскошно. 20 секунд остается. 66-62. Преимущество у нас есть. Не растерять его. Это, в общем... Ну, нужно умудриться растерять за 20 секунд с одной стороны. Ну, как мы с Сургутом, помните? Растеряли. С Сургутом эпический матч был. Мы все два овертайма. Очень обидное поражение. Да, на своей площадке было. Мы очень много матчей проиграли в этом сезоне. Именно вот в концовке. Два очка, очко, три. Вот в овертайме Сургуту проиграли. Это, скорее всего, да. Это просто неопытность. Да, нехватка опыта, да. Согласен. Так и строится команда. И сейчас я больше чем уверен, что будут играть от броска. Ну, правда, у нас есть еще возможность и нарушить правила, да. В запасе у нас пять фолов и плюс четыре. То есть вот это тактическое замещание за 20 секунд, оно самое одно. Чтобы ни треха, ни дай бог, ни какая... Да, ни что-нибудь там залетело шальное. То есть можно где-то шлепнуть там подальше от трехочковой на дриблинге, либо на получении там передачи. Но ни в коем случае... Значит, самое главное сейчас не пустить треху, да. Это задача номер один. Потому что Рязань вышла, я думал, с установкой такой, что если забрасывать как можно быстрее, да. Три маленькие. И потом сразу фалят. Посмотрим сейчас. На самом деле 19 секунд очень много. Можно забить спокойно два очка и потом сфалить и смотреть, как против... Зибирова, Зибирова, Зибирова держит. Да, все-таки решили три очка. Саша Мартынов разыгрывает. Браво, диффенс. Нет, не достали. 13,8. Теперь Захар берет абсолютно справедливый минутный перерыв. Но напряженка-то сохраняется, да. Всего лишь плюс два после этой атаки. Сложилось, можно сказать, что очень даже случайно. С одной стороны, с другой Рязань вышла такой надсцеленной на кольцо. Не просто так отдать игру, не просто доиграть эти 20 секунд какие-то. Хорошо, что не дали бросить трехочковые. Молодцы, они хорошо защищались против Зибирова. Немножко не повезло, там не подбили мяч. Там Марти его вроде уже подбил, то ли забрал. Непонятно вот это все. Да, Зибиров работал сейчас явно на поражение. И Мартынов надо отдать должное, конечно же. Но там за счет разницы в Росте и за счет подвижности точно такой же. В ногах, конечно же, Саша справляется с этой ситуацией. Безусловно. Присказывать невозможно. Сейчас будет быстрый фол. Быстрый фол, думаю, будет. Наши камеры не добивают до планшеток. Но здесь было бы интересно посмотреть, на самом деле, что там рисуют тренеры один и другой. Я думаю, что будет получать Миша Кулагин сейчас мяч. И на нем сразу будет фол. Будет два из двух. Это я уже предсказываю игру. Плюс четыре. И выиграем мы очка два, я думаю, или четыре. Так, теперь Бабушкин выносит мяч из-за боковой линии. Здесь главное не в руки. Они тоже вот передачи играют на получение Кулагина. Мартынов получил. Но толкают его явно. Вот смотри, играют с нарушением правил. Чуть раньше был фол уже. Чуть раньше. Вот здесь не на дриблинге. Не надо до этого доводить. Ну что, судья так смотрит, конечно. Передерживает чуть-чуть. Хотя он, по сути, эту ситуацию спровоцировал. Итак, Саша Мартынов на линии штрафного броска. Плюс два у команды России. Девять секунд остается. Все зависит от того, сколько. Четыре. Игра сделана, можно сказать. Вот очка разница. Стальные нервы. Первый. Вот уже три. Я его называю собакой Баскервиле. Почему? У него такой взгляд. Он все время без эмоций в игре. Вот все. Вот это вот. Я думал, потому что хватка у него такая. Два. Два и так, да. Мяч положили. 68-64. Не хвалить. Не хвалить. Не хвалить. Браво, браво, браво. Все. Все. Три, две, одна. Победа. Все. Браво. Отлично. Я сразу сказал, без меня лучше играют парни. Поздравляем команду России с очередной победой. Там по турнирному положению надо будет посмотреть по итогам тура. Сейчас мы можем не кипятиться так сильно. Там две игры всего в туре, кстати. Вот. Поэтому я думаю, что мы улучшаем в любом случае свое положение. Мы все равно остаемся претендентами. Реализовали преимущество своей площадки. Так бы еще с Динамо. Тьфу-тьфу-тьфу. На следующий тур. Ровно в субботу в 18.00 на том же месте. Либо в Новогорске, либо у экранов компьютеров. Мы будем ввести также в формате HD трансляцию. Саш, спасибо огромное. Спасибо вам большое. Было очень приятно. Да, ты давай заканчивай хулиганить. Возвращайся в состав. Ты нужен. Больше не повторюсь. Тем более ключевые матчи. Итак, Александр Корчагин был сегодня со мной. Помогал вести мне репортаж. Спасибо огромное, Саш. Всего доброго. Все. Да, а мы продолжаем. Репортаж еще не закончили совсем. И Денис Тимаков. Да, у Антона в гостях. Вам слово. Михаил, да. Вот теперь меня точно слышно. Действительно, Денис Тимаков, главный тренер БК Рязани, сейчас рядом со мной. Очень коротко по этой игре. Понятно, что встречи команды России и Рязани в этом году – это нечто особенное. И вот опять развязка на последних секундах. Почему не хватило вот этих вот, ну вот, вот чуть-чуть? Из-за чего? Наверное, все-таки нападение, да, процент трехочковых попадания – самый низкий за историю этого сезона, за все игры этого сезона. Поэтому очень тяжело, когда ты там забиваешь после первой половины девять процентов трехочковых, и у тебя ничего совершенно не улучшается. Во второй, с этим очень тяжело, конечно, играть нападение. Ну, и свои какие-то ошибки, в принципе, хорошие защиты, да, там пропустили, что фолы убираем 60 очков. Ну, в нападении, в нападении проигранная игра, мне не удалось где-то забить свои атаки. Во второй половине кто больше всего неприятности доставил из команды России? С кем не исправились? Вот есть такой человек? Да нет, я еще раз повторяю, защита полностью, как бы, доволен. Тут ничего особенного не скажешь по защите. Достойная защита, поэтому и справились и с лидерами, и с Мартыновым, в принципе, и с Кулайгемым. Поэтому, ну, свое нападение не позволило нам выиграть сегодня эту игру. Ну, и последний вопрос, неоднократно встречаясь с Россией, можете ли вы отметить, есть ли у этой команды прогресс, что-то изменилось, и, может быть, наоборот? Ну, безусловно, команда приобретает опыт, да, уже к сезону подходит к концу, конечно, игроки стали опытнее, и определенный прогресс, безусловно, налицо. Команда, ну, как она и должна быть, молодая, боевая, достаточно тяжело с ней играть, поэтому такие комментарии. Спасибо большое, Денис. Это было мнение главного тренера баскетбольного клуба «Рязань». Ну, и прямо сейчас ко мне идет Захар Пашутин, главный тренер резервной команды «Россия». Захар, с победой, с нелегкой, собственно, никто и не говорил, что она должна быть легкая, но вот как раз того самого немного у нашей команды сегодня было больше, да, чем у «Рязани». За счет чего, как вы думаете, был, наверное, разговор в раздевалке, что-то сказали, как-то настроили? Конечно, на второй тайм мы настраивали, и, прежде всего, я им сказал, чтобы играли умно в каждой атаке, потому что в первые двух четвертях мы сделали колоссальное количество ошибок, просто нельзя делать на любом уровне столько ошибок, 13 было, поэтому старались акцентировать, чтобы мяч доводился до логического завершения, до нападения. Ну, и в защите, конечно, их остановить, их лидеров была основной задачей. Я думаю, что справились, вы видите, что они забили 64 очка, это наша установка на игру, чтобы соперник не забывал больше 65-70 очков. Главный тренер «Рязани» отмечал, что сегодня катастрофически ужасный процент попадания с трех очков, и у них был, это все-таки заслуга команды России, или это, скорее, у «Рязани» что-то не пошло? Я не знаю, конечно, не могу так сказать, может быть, у них, но я думаю, что наша активная защита дала свои плоды, прежде всего, на их проценте попадания. Они вынуждены были бить быстро, в торопях, поэтому я думаю, что это и в нашем, в этом есть наша заслуга тоже. Спасибо большое. Захар, с победой вас еще раз. Это был Захар Пашотин, главный тренер команды России. Миша, финальный раз, тебе слово. Спасибо, Антон. Спасибо также, в общем-то, и Саше Мартынову, который «Рошки» строил на заднем плане. Собственно, ну и ему же спасибо и за игру. Она сегодня не была самой результативной, сегодня всего лишь 8 набрал, но при этом есть три человека. Тот же Саша Разумов, который набрал 14-16 у Миши Кулагина, тоже подключился уже и в форму вошел. Ну и Андрей Семенов сегодня выдает чуть ли не самую результативную игру в сезоне. 17 набранных очков. У наших соперников Карпека 15, Зибиров 15 и 11, Тростенецкий и Алексей из Белоруссии. Вот, пожалуй, и все. Напоминаю о том, что команда России укрепляет свою турнирную позицию, побеждает очередной раз дома. Следующая игра 28-го в 18.00 против «Динамо». Ждем вас на нашей площадке. Здесь, в Новогорске, для вас игру отработал Антон Олехимович, Михаил Решетов и Александр Корчагин. Спасибо огромное также и Николаю Штаму за работу в его бригаде. Все, прощаюсь. До субботы. Всего доброго. 68-64. Россия сегодня победила. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»